Второй клип про кишечно-полосных вообще. Ну, надо о размножении сказать. Наиболее простое, между прочим, у коралловых полипов размножение, которые просто яйцо оплодотворяют, потом оно дробится, делится, как обычно, зародыш у многоклеточных. Сначала образует полый шарик, вот так вот у всех многоклеточных на примитивном уровне всегда так. Образует шарик, потом часть клеток шарика погружается внутрь, образуется двуслойный зародыш, из которого, значит, два листка, в данном случае кишечно-полосных, энтодерма и эктодерма. Вот она заворачивается, дальше он не развивается, потому что полипу так достаточно, больше у него ни черта нет. Но, когда она заворачивается, у нее формируются все-таки реснички на эктодерме, и получается личинка, которая называется планула. Планула, она не питается, не размножается, она плывет и куда-нибудь прикрепляется. Вот, значит, прикрепилась она, и там она уже, у нее прорезается рот, и она формирует щупальца, возникает полип, и поскольку коралловый полип обычно колониальный, она начинает почкованием всю колонию формировать, так и быстро. У гидроидных считается более сложным, потому что чередуются поколения, особенно у сцифоидных. Вот у гидроидных схемка принципиально, значит, как? Так, сначала они формируют медузы, то есть медузы формируются почкованием бесполом. От вот этого полипа, который там куда-то прикрепился, отделяется медуза, почки сначала выделяются, потом они формируют медузу, она выделяется. Эта медуза, она свободно плавающая, вот таким способом он может переплыть на какие-то расстояния и там закрепиться на новых каких-то просторах, да? Эта медуза размножается половым путем, как обычно медузы. Они формируют яйцо, плануло, и вот уже плануло закрепляется и формируется, соответственно, полип. Сцифоидное, более сложное существо, полипы колонию у них не образуют, они почкуются, в результате почкования формируются новые полипы и ведут самостоятельный образ жизни. Затем вот эти маленькие полипы, они преобразуются постепенно, значит, во что-то типа медузы. Вот она, собственно, картинка, да? Ну, это что-то называется, значит, стробила. Где же она, стробила? А, вот номер 3. Вот номер 3, это постепенно полип типичный, да? Вот, значит, что мы имеем, что вот под цифрой 1 это минимальный полип, это цифра стома. Он может почковаться вот по цифре 2, это у него бесполое размножение. Потом он формирует, вот начинает медузу формировать, это называется стробила. И, значит, медуза эта многоэтажная, они начинают отделяться, маленькие медузочки, вот с верхних этажей, с верхнего конца полипа отделяются диски. Маленькая медуза называется эфира, вот номер 4. Она самостоятельно плавает, переворачивается она вниз, то есть она формируется ртом вверх, потом она переворачивается ртом вниз и плывет, и дальше уже как типичная медуза существует. Питается, все, вырастает большая. И вот эта 5, это основная стадия, которая с цифрой медузы существует. Это уже большая такая, отожравшаяся медуза. Вот они половым путем размножаются, медузы, формируют яйца номер 6, формируют планулы. Ну и планулы дальше уже опять с цифристома формируют. То есть, в чем мы имеем, у нас чередуется поколение свободно живущие и поколение прикрепленное, что довольно характерно, вообще говоря, для этих самых кишечно-полосных. Приспособления разные у этих поколений, потому что поколение свободно плавающего, оно должно быть легкое, у него там всякие пузыри бывают, да, а которое прикрепленное, наоборот, оно имеет сильные органы прикрепления, защитный скелет, оно такое твердое, тяжелое и так далее. То есть, они вообще совсем разные, поэтому это называется метагенез, то есть, чередование совсем разных поколений. Ну, это общая схема, на самом деле у них много всяких разновидностей, что связано с тем, что все-таки органы чувств, допустим, разные у полипа и у медузы. Медуза, поскольку она свободно плавает, и не надо знать, куда мышцы сокращать, у нее глаза, как правило, есть, органы равновесия. У полипа только органы ощущения, ему глаза не нужны, он же не передвигается, у него глаза все утрачены, он ничего не видит, он только ощущает. Если рядом проходит, какое-нибудь животное, оно его убивает. Вот все, что надо у полипа. Вот, в связи с этим, значит, в некоторых, допустим, полипы часто образуют колонии. Чуть позже я буду про колонии. В колониях специализации. Многие, допустим, полипы вообще полным размножением не занимаются, только захватывают пищу. Чем сложнее колония, тем менее у них роль этого самого свободно живущего. То есть, когда они в колонии живут, они могут спокойно кормиться, и, в общем-то, особенно им этих стадий медузы им не нужна, поэтому она начинает сокращаться. Допустим, некоторые медузы полностью живут в колонии, и покидают только на половое размножение, покидают колонию, там яйца сбрасывают где-то, чтобы дальше была колония. В некоторых колониях медузы вообще не отрываются, и прикрепленные медузы они образуют. То есть, только что было половое размножение, они прикрепленную колонию медузу делают. При этом тоже, значит, медуза не имеет глаза, не имеет всяких органов нужных, чтобы плавать, типа зонтика, да, в принципе превращается в набитый яйцами мешочек. У пресноводных гидро вообще не образуется медуза, то есть, некоторые вообще утрачивают вот это вот поколение медуз. Ну, у некоторых всякие примитивные медузы не способны питаться, то есть, просто как орган размножения создают медузу временно. Ну, и так далее, и тому подобное. Некоторые медузы, полноценно, хотя и существуют именно как медузы, нигде там в колониях не прячутся, имеют более сложное размножение в том плане, что они яйца в воду не выбрасывают, а они развивают прямо внутри себя. То есть, вот эта стадия, когда она сбрасывает яйцо, у нее сокращено, она внутрь себя яйцо самка сбрасывает, ну, что-то вот типа беременности, так условной, да, это, конечно, не беременность млекопитающих, но она внутри себя выращивает маленькие полипы и даже может выращивать маленькие медузочки. Ну, это редко, вот отдельные виды медуз, они именно после полового акта яйца откладывают внутри себя и там выращивают полностью маленьких медуз, которые потом через рот выпускают. Ну, в общем, жизненный цикл разнообразия, ну, кишечнополозных. Очень много у них колоний. Колонии, как правило, они формируют почкованием, то есть из одного организма. И у них разные уровни этой самой колонизации. Допустим, может быть временная колония полипов, когда вот эти новые полипы, сформированные почкованием, они отделяются и как-то так переносятся и начинают к самостоятельному образу жизни переходить. То есть они, в принципе, эти все организмы могут отдельно существовать и даже отделяются. Однако, в основном у кишечнополозных постоянной колонии, когда они не могут без колонии существовать, и они довольно сложные. Как правило, постоянная колония имеет гидроризы, то есть нити, с помощью которых они прикрепляются к грунту, запускают куда-то в грунт нити и на них держатся. Коралловые полипы нити не имеют гидрориз, но имеют такую мягкую подошву или какую-нибудь звездковую пластинку, которой они внедряются в субстрат и за него держатся. Если субстрат зыбкий, например, ил, кораллы могут формировать такие вот пузырчатые полости, как бы как балласт, которыми они вылопускают балласт и держатся таким образом на иле. То есть тяжелые какие-нибудь такие шарики, которые у них внизу. Довольно оригинальные морские перья, которые имеют мускулы, с помощью которых они в грунт внедряются, причем они способны этими мускулами передвигаться по грунту. То есть морские перья – это единственные коралловые полипы, которые движутся сами. Они имеют основание, которым они движутся по грунту, а сверху торчит вот это перо. Но они все еще колониальные, там на самом деле много организмов внутри. Даже не внутри, а снаружи, стоит у многих. Ну, колонии могут быть у них стелющиеся, коркообразные. В колонии часто у них единый типа желудок, то есть у них вот эти, их желудки, этих колониальных, они соединены, поэтому они делятся питанием друг с другом. Ну, имеют всевозможные типы ветвления, вот на картинке, да, стелющиеся колонии, потом имеются различные такие ветвящиеся с различными зонами роста. Симподиальные – это когда вот старые полипы, они пачкуются, поэтому старые у основания, а сверху вот хаотически отпачковываются молодые. Вот симподиальный тип. Высший тип ветвления считается, когда функция роста и пачкования переходит к общему телу колонии, то есть ценосарку. То есть имеется ствол, который она из себя выращивает, ствол растет вверх, от ствола новые ветви возникают и пачкуются дальше. То есть прямо вот как дерево, когда растет, это считается высший тип. Вот четвертый – это ценосарк, то есть когда как ствол у него, и от ствола она систематически пачкует. Мутовчатый может быть, то есть радиально ветви группами расположены, и от них радиально расходятся эти самые полипы и ветки, то есть как система ветвей мутовчатой. Ну вот, допустим, коралл-органчик, он имеет именно такое строение, как система веточек. Выглядят такие ветки, это известковые трубки, и они поддерживают, вот этот известковый, единый для всей колонии известковый скелет, на нем маленькие вот эти полипы поддерживаются. Это животное, это не растение ни в коем случае. Вот все эти веточки, они смертельно опасны для любых, кто в них попадет. Ну, из-за того, что коралловый риф активно использует и известняк, хитиновый скелет, их даже длительно считали вообще неорганической природой, потому что, типа, ну они не движутся, они как бы растут. Но позднее, конечно, оказались, что это как раз вот животное, между прочим. Хотя выглядят как растение, и даже как камни, потому что активно используют известняк. Выгодно им формировать в шахматном порядке вот эти полипы, чтобы они были достаточно далеко на этих веточках, потому что, если они рядом, то они мешают друг другу питаться. Это же колониальный организм, они разные. Поэтому наиболее высокоорганизованные, они имеют несколько рядов этих полипов на своих ветках, то есть устроены они как шахматы. И чем выше по организации коралл, тем у него всё порядочнее, порядочнее ветвей, порядочнее расположение полипов. Также он, естественно, увеличивает количество, то есть более развитый, увеличивает количество вот этих рутов, которые на ветках сидят. Ну вот, например, мелководный, значит, кофобелемнон, высота колонии примерно 300-350 миллиметров, то есть маленький совсем, что там, 30 сантиметров, да, не очень. На стволе несколько десятков полипов, или, допустим, кофобелемнон пауцифлорум, 140 миллиметров высоту, и полип где-то 22 миллиметра. На глубине Тихого океана обнаружили колонии ещё одной разновидности этого кофобелемнона, 140 миллиметров высота, и полипы где-то 33 миллиметра. Также обнаружили видум белул, у которого в расправленном состоянии полип, аж 125 сантиметров, то есть метр с лишним, один только полип в этой колонии. Распространены полиморфные колонии, значит, это где наступает специализация отдельных представителей колонии, они вроде как отдельные организмы, но фактически они уже как органы функционируют. Наиболее распространённые у кораллов, конечно, это специализация на аутозоидов и, значит, сифонозоидов, то есть одни, собственно, питаются, а другие очень мелкие, не имеют часто щупалец, не могут добывать пищу и её переваривать, они специализируются на том, чтобы биение ресничек организовать, то есть одни, как бы, собственно, захватывают добычу, другие просто бьются, колотятся, рта не имеют, даже это всё равно отдельный организм, просто воду через коралл гоняют, чтобы в ней пища приплыла в воде. Дактилозоиды тоже есть, это тоже, значит, не имеют рта, щупалец, все покрыты, значит, стрекательными капсулами, фактически один организм превратился вот в одну вот эту стрекательную капсулу, просто он убивает, то есть он сам не питается, ничего не делает, просто убивает, убивает, убивает всё. А питательные вещества ему передают уже те особи, которые питаются в этой колонии. Ну и высший тип полиморфных колоний, это, конечно, стифонофора, вот как они устроены, то есть вот это всё разные организмы, тем не менее, ну тут даже спорно даже рассказывается представление, что всё-таки это один, всё-таки это не колония, а скорее один организм, то есть высокая специализация. Допустим, наверху у неё пневмотофор, то есть плавательный пузырь, за счёт которого она плавёт, эта стифонофора. А может быть маленький, может быть 20-30 сантиметров. Ниже у неё идут нектофоры, то есть плавательные колокола, которые, значит, колеблются, и вот она плывёт. И она держится на поверхности за счёт плавательного пузыря, может увеличивать в нём воздух, кстати, может уменьшать, ну, естественно, там пузырёв газа, да. А ниже у неё колокола, которые организуют биение. Это всё разные полипы, на самом деле, по происхождению. Вот. А ниже уже идут вот эти всяческие члены колонии, которые питаются, захватывают добычу, размножаются. Там у них женские гонофоры, мужские гонофоры выделяются и так далее. Различные там пальпоны, цистозоиды. То есть у некоторых рта нет, они просто, значит, болтаются. У некоторых рта нет, они просто являются стрекательными, то есть просто убивают пищу. Всевозможные и так далее. Но вот настолько специализированная колония полиморфная часто расценивается всё-таки как организм. Тогда, получается, у них достаточно сложный организм могут формировать кишечно-полосные. Но с другой точки зрения, это всё-таки колония. Ну, эволюция, естественно, считается, что идёт к специализации у них и к усложнению устройства этой колонии. Поэтому стифонофора вот такая вот красивая считается самым сложным. Из кишечно-полосных спорят по поводу регуляции деятельности колоний, потому что ряд опытов показывает, что у них есть общая регуляция. Часть полипов соединены только каналами, по которым они передают пищу. И у них не показано, что передаётся раздражение. То есть, допустим, если один полип как-то на него воздействует, он не передаёт раздражение соседним полипам. В то же время обнаружено, что есть колонии, которые передают раздражение, видимо, как-то у них соединена нервная система. Ну, то есть, что, если его, допустим, двинуть, он обычно втягивается в известковый скелет. Это обычное поведение полипа, который раздражён, то есть, допустим, какую-то опасность там или механические и так далее. Вот он втягивается, и он передаёт, то есть соседние тоже начинают втягиваться, хотя мы на них не воздействовали. Это говорит о том, что он передаёт раздражение по колонии, но говорят медленно. А вот полиморфные колонии по типу вот сифонофоры, у них имеется общеколониальная нервная система. То есть, они сложным образом реагируют. Допустим, сифонофора при появлении там добычи может вытягивать-втягивать щупальца, она может вместе, значит, там погружаться вниз, менять направление движения, если она опасность заметила какую-то там, вверх подниматься и так далее. Может регулировать газ в своём плавательном пузыре, движение всех вот этих плавательных колоколов. То есть, она уже довольно сложно имеет единую нервную систему. Но, скорее всего, сифонофору всё-таки нужно как организм, конечно, понимать, если у него единая нервная система. Всякие типа органчика, они втягиваются в почву, или морское перо. То есть, морское перо считается это всё колонией, то есть, они разные полипы, но оно способно, допустим, если оно каким-то образом ощутило опасность, оно всё перо втягивает в грунт, уходит от опасности. А, допустим, если хищник какой-то, или что-то ещё. К сложному поведению кишечно-полосных относятся также различный их симбиоз. У них распространён комменсализм, то есть, совместное питание с кем-то, причём комменсализм у них обычно внутри кишечно-полосных, то есть, одна медуза живёт на другой медузе. Или там один коралл на другом корале. На морском перее тоже могут жить эти самые маленькие медузы. Ну, то есть, большое кишечно-полосное, оно, допустим, ловит пищу, да, всеми своими этими отростками, и на них селится какой-нибудь маленький, который тоже там ловит пищу, и тоже прекрасно живёт. То есть, часть пищи ему падает. Кроме того, хозяин обеспечивает прикрепление к грунту, да, защиту от врагов в какой-то степени. Ну, вот это вот довольно распространено. Ну, в частности, актинии с морскими перьями часто сожительствуют, причём они их могут уничтожить. То есть, они их не паразитируют, но они покрывают актинии морское перо до такой степени, что оно питаться не может. И питаются одни эти актинии, так что морское перо погибает. Мутуализм, то есть, совместный, взаимно полезный симбиоз, хорошо известен это раки, отшельники и актинии. Значит, рак-отшельник самостоятельно, значит, заселяет актинию, то есть, медузу, к себе на горбушку, на раковину какую-нибудь или на какой-нибудь домик, в котором он живёт. Ну, тут плюс какой, они же все ядовитые. И эта актиния, она уничтожает потенциально его врагов, да, большинство врагов там и не приблизится к этой медузе. А актиния питается остатками пищи рака-отшельника. То есть, как бы, медуза обеспечивает его защиту от хищников, потому что практически никто в море не согласится жрать медузу, она ядовитая и страшная. А рак, соответственно, обеспечивает её едой. Раки, которые, они, ну, много всяких раков, да, и актиний тоже много, которые хорошо приспособлены к жизни с медузой, они её самостоятельно ищут. Клешнями они её отрезают от какого-то субстрата и помещают к себе на спину. Фактически там некоторые виды раков без медуз жить и не могут. То есть, вот они, когда родились, они сразу, молодой рак, ищут медузу. Адамсию, например, он же довольно развитый, это самое, что не станога, это у него там зрение там неплохое, у него, это обоняние, осязание. Он подходит к медузе, обхватывает её клешнями, 10 минут её отрезает от субстрата, потом помещает. Они могут между собой драться. Если он, допустим, видит, что у другого рака есть медуза, то он начинает драться и захватывать её себе. Вот когда он его побеждает, то слабый бросает раковину вместе с медузой, и вот рак-отшельник заселяется в раковину и сразу готовую медузу получает. То есть, раки-отшельники, они живут в раковинах, но на крышу раковины он ещё в медузу помещает сам. Ну вот он её потом таскает на себе, она растёт обычно вбок и вверх. Она обычно ярко окрашена, эта медуза, что дополнительно отпугивается тех хищников. И она имеет плотную пластинку, которая хорошо закрепляется за рак. Вот такая медуза, которая приспособлена именно к жизни на раках. Ну, также есть раки интересные, которые прямо в клешнях держат по медузе, то есть в каждой клешне по медузе. И чтобы поразить какую-нибудь добычу, он её бабах двумя медузами так окружает и бьёт. Ну, медуза, они же ядовитые, вот бабах ядом этим убил, короче, а потом сам сожрал. И с медузой практически не поделился. Медуза уже захватывает то, что там осталось от рака. Также известен симбиоз рыбок-амфиприонов, тоже, значит, с актиниями. То есть каким-то образом маленькие рыбки могут жить внутри медузы, и их не поражают вот эти вот стрекательные клетки. То есть обычно медуза же питается такими рыбками и убивает их сразу. Вот они выработали эдгибитор какой-то, который тормозит выстреливание этих стрекательных нитей, то есть подавляют у медузы выстреливание и живут внутри медузы. Причём показано, что они его... Ну, сначала они там осторожно, они его медленно вырабатывают, но потом они вот прямо внутри медузы живут рыбки. И наоборот, медуза, получается, их защищает. Паразитов мало среди медуз и обычно паразитируют друг на друге. Ну, вот известна паразитическая медуза кунина. Вот она такая маленькая. Она заселяется внутрь другой медузы. Хоботок свой внутрь её, значит, желудка помещает и сосёт. Она, естественно, там размножается и потом покрывает весь рот медузы, весь желудок медузы покрывается вот этими паразитами. Большой. То есть, вот большая медуза, а внутри у неё весь рот облеплен маленькими паразитическими медузами. Также известен паразит икры осетровых рыб полиподиум. Кишечно-полосной паразитирует внутри икры. Это единственный паразит кишечно-полосной, который внутри тела рыбы. Ну, вот, значит, они внутри этого тела раздеваются. Они там наизнанку вывернуты, то есть пищеварительный слой у них снаружи. Вот он впитывает эту самую икринку, а покровный слой у него внутри. Ну, затем он разламывает икринку, и уходит из неё этот полип. Из одной заражённой икринки по 60-90 полипов. Первое время они безо рта там полипы, потом у них появляется рот. Они могут в свободном состоянии ловить, допустим, червей, коловраток. Затем они размножаются половым путём и опять заселяются в молоть осетровых рыб. Могут быть вредителями. Поражают стерлядь, севрюгу. Так что их исследуют эти самые икринки на наличие в них полиподиума. Также интересное у них приспособление у кишечно-полосных, что они могут светиться. Но они светятся по двум причинам. Во-первых, глубоководные медузы, такие как миаторы, красоты и так далее, они живут глубоко на дне океана, где пищи мало. И вот считается, что они привлекают к себе пищу, подманивают тем, что они светятся. Потому что света там тоже мало на глубине. Если там что-то светится, то мелкие животные начинают это окружать, думая, что может быть это какое-то питание. А вот это на самом деле медуза, которая их убивает. То есть она имеет фермент люциферазу. И вот как раз глубины морские, они часто освещены медузами, которые таким образом ловят там пищу. Причём медузы там неплохо выживают. Там вообще-то мало питательных веществ, поэтому там немножко всяких этих зверей. А вот медуз там обычно неплохо. Кроме того, многие медузы вспыхивают при раздражении. И в частности гидры, это могут тоже делать гидроиды, морские перья. То есть если вот их, допустим, тронуть, то она как бы светится резко ярким светом. Вероятно, это защитная реакция, чтобы отпугивать. Потому что какая-нибудь рыба, она тоже глаза имеет. И если там что-то вспыхивает впереди, она, скорее всего, убежит. Но вот иногда ночью там довольно сильно это всё видно. То есть опущенная, допустим, в море рука человека начинает светиться. Или море там всё светится ночью таким зеленовато-белым светом, это практически точно медуза, потому что больше там светиться особенно нечему.